всем привет в эфире нехты и события место которым в новинках на лайв канале мы продолжаем рассказывать вам о том что происходит вокруг но прямо сейчас подпишитесь на канал если не сделали этого раньше и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие новинки ну а мы начинаем сегодня в выпуске в беларуси чтобы провести лук арендум необходимо запретить охоту именно так считают прикрытные чинуши белорусские спортсмены занимают первые места в конце списка в беларуси нашли памятник стабильности брестская водонапорная башня музыкантов группы красная зелень объявили в розыск внеплановая посадка в минском аэропорту повторение истории район эйр что нужно для того чтобы в стране состоялся театральный референдум правильно запретить людям охоту так поступили в бресте местный высокопоставленный прикрытник талян ливанюк подписал документ который вводит запрет на охоту сроком на две недели и по совершенно случайному совпадению именно в это время будет проводиться так называемый референдум но официально это нейтрализация угроз к конституционному строю скорее всего такие запреты подписаны не только в брестской области но и в других регионах и если вам или вашим знакомым попадались на глаза аналогичные распоряжения обязательно напишите об этом в наш анонимный чат-бот в телеграме белорусские спортсмены проводят очередной день на олимпиаде в пекине считаю что практически идеально все получилось 8 место это тоже определенный результат не скажу что для нас 8 место это хорошо можно было пробежать лучше дано уже так скажем ничего не вернешь правда радоваться результатом особо не приходится мужская сборная в биатлонной эстафете стала лишь восьмой а женская сборная по конькобежному спорту стала предпоследней в командном преследовании а каких результатов вы хотели от спортсменов министерство которых возглавляет бывший телохранитель пересидента напишите в комментариях в беларуси все стабильно уже 27 с половиной лет и в бресте даже своего рода памятник стоит белорусскому процветанию старая водонапорная башня в центре продолжает нагонять тоску пять лет назад ее продали частной фирме чтобы реконструировать и хоть как-то оживить но с мертвой точки дело так и не сдвинулась затянувшийся процесс реконструкции сегодня называют необходимостью множество согласований но на самом деле это не что иное как обращение работы нынешнего белорусского режима таковы реалии в которых сегодня живет вся беларусь и бизнес в частности можно заплатить немалые деньги купить объект а потом много лет не получать от этого никакой выгоды и что самое печальное такое положение дело уже давно никого не удивляет и в наших краях это стало нормой а применительно данной ситуации можно с иронией констатировать что и не на такие деньги бизнес влетал а в ваших городах есть подобные долгострои напишите маргариту левчук и андрея паука объявили в розыск об этом маргарита рассказала на своей странице в instagram певица маргарита левчук и блогер андрей паук известная как дуэт красная зелень объявлены в розыск их карточки появились базе данных разыскиваемых лиц мвд самое смешное что андрея вначале начали разыскивать по несуществующей статье 2031 но чуть позже менты информацию на сайте поправили маргарита как в воду глядела и уже записала покаянное видео заранее на всякий случай ну себя оцениваю не очень я ехала в литву в принципе на звук лязгающих гусениц так как у меня очень музыкальный слух и я была оперной певицей а сейчас что-то бемоли не звучат украина вводит временное ограничение на транзит белорусских калийных удобрений сегодняшнего дня окончание этого срока не указано транзит через территорию украины осуществляется преимущественно в турцию а также венгрию польшу чехию румынию и австрию калийные удобрения являются одной из крупных статей экспорта беларуси в двадцатом году страна экспортировала на два с половиной миллиарда долларов что ж посмотрим как теперь лукашенко будет стонать под навалившейся тяжестью ограничений и не забудьте поставить лайк новинкам заявление сделала и минобороны россии они объявили о начале отвода войск после учений об этом вчера заявил представители российской стороны игорек коношенков также он сказал что подразделения южного и западного военных округов россии уже приступили к погрузке на поезда и машины более того они сегодня начнут движение в свои гарнизоны отдельное подразделение вернуться своим ходом по мере окончания мероприятий боевой подготовки войска как и всегда совершат марш комбинированным способом в пункты постоянной дислокации подразделения южного и западно военных округов выполнившие задачи уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движением свои воинские гарнизоны отдельные подразделения совершат марш и своим ходом составе воинских колонн несмотря на это заявление говорить о начале вывода российских войск пока рановато тем более что всю прошлую неделю фиксировалось лишь прибытие новой военной техники на территорию нашей страны в частности в беларусь перелетели около 25 российских ударных вертолетов к-52 аллигатор а также транспортники ми-26 между тем говорящая голова российского мида продолжает показывать свой уровень дипломатии на этот раз захарова заявила что 15 февраля 22 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны посрамлены и уничтожены без единого выстрела как сказала она но как ни странно посрамлены оказались только жители россии а точнее города кяхта в республике бурятия местные жители увидели своих детей военнослужащих танковых подразделений под речицей из комментариев местном паблике становится понятно что военные первоначально информировали об учениях в смоленской области близкие военных беспокоятся разглашение военной тайны вскрытие бортовых номеров и номера военной части и просят удалить публикацию с видео известно что эти военнослужащие имели опыт в захвате донецкой и луганской областей украины а тем временем госдума поддержала большинством голосов проект обращения к путину о необходимости признания луганской донецкой народных республик уверен что народ россии сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13 зарплаты речь идет о том что 600 более 600 тысяч человек на донбассе уже являются гражданами российской федерации мы обязаны по конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей спасибо такой жест доброй воли в киеве не оценили и сказали что признание москвой днр и лнр следует расценивать как выход россии из минских соглашений что до мажливого вызнания российской думы так званых лднр относительно возможного признания российской думы так называемых лнр и днр хочу еще раз напомнить неизменную позицию украины в случае утверждения решения признания россия де-факто и до юри выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями эти наших партнеров но кремлю и этого оказалось мало поэтому россия отказалась от встречи в рамках венского документа нет не будем заявил замминистра иностранных дел кремля александр грушко отвечая на соответствующий вопрос встреча была запрошена украиной после того как российская сторона не ответила в срок на запрос киева они обычной военной деятельности на встречу планировалось обсудить вопрос об усилении и передислокации войск вдоль границы и во временно оккупированном крыму встреча должна была состояться вчера вечером самолет российской авиакомпании с 7 москва аликанте внепланово приземлился в минске он вылетел из москвы в 10 27 по местному времени и должен был приземлиться в испании в 13 35 по времени аликанте но согласно сервису fly радар воздушное судно приземлилась в минске как сообщила пресс-служба минского аэропорта причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса ему была оказана своевременная медицинская помощь в 12 55 борт вылетел из национального аэропорта и продолжил свой путь навального снова судят на этот раз за мошенничество и оскорбление сегодня в россии проходит суд над навальным прямо в колонии ему запретили надевать гражданскую одежду изъяли диктофоны и ноутбуки у адвокатов а журналистам запретили использовать видеотехнику зато на заседание впустили супругу алексея юлию сейчас навальный должен выйти на свободу осенью 2023 года но по новому делу о мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы а эпизоды неуважения к суду могут обернуться несколькими месяцами уголовного ареста коротко о том что сейчас происходит на границе и если вы спросите где сша на этом видео то они снимают владимир путин присвоил светлане тихановской звание полковника польской армии белорусские реалии настолько суровы что живых детей на всякий случай отпевают заранее евроспорт очень креативно подошел комментированию выступления белорусской сборной на олимпиаде ой развалился развалился павел дзик вот такой вот чик чарык получается это все новинки о которых мы успели рассказать спасибо за внимание и активность комментариев самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах а в их описании вы найдете ссылку на анонимный год куда можно безопасно прислать важную информацию вчера мы сделали спецвыпуск белорусском политзаключенном философе владимире мацкевича который уже 13 дней держит голодовку ссылка на выпуск будет в конце ролика просматривая рекламу в роликах и нажимая на нее вы поддерживаете развитие нашего независимого канала до скорого живи беларусь и и Продолжение следует...